Проблемы с пищей актуальны и в Евросоюзе. Там разгорелся настоящий продуктовый скандал. Из-за двойных стандартов качества и употребления канцерогенов. Восточные страны ЕС неоднократно жаловались. Производители поставляют в разные государства Европы вроде бы одни и те же товары, но их качество при этом существенно отличается. Словакия уже выдвинула Еврокомиссии ультиматум. Какой? Расскажет Елена Абрамович. Натуральный сахар выпечки на полках австрийских супермаркетов и искусственные посластители в этой же торговой сети в Словакии. Бренд тот же. Красители и ароматизаторы вместо фруктовых компонентов. Растительные жиры вместо животных. Одна и та же упаковка, но качество значительно хуже. Братислава провела исследование продуктов и выдвинула Еврокомиссии ультиматум. Если Еврокомиссия не будет реагировать более решительно на то, что еда, которая продается в Восточной Европе, более низкого качества, чем продукты тех же марок в Западной Европе, Словакия примет односторонние меры. Мы можем перевести госсектор только на словацкую продукцию. Братиславе понимает, такие меры противоречат принципу свободного движения товаров. Однако они будут временными, пока Еврокомиссия серьезно не возьмется за проблему. Похожие жалобы поступали и от других восточных государств – Чехии, Венгрии, Румынии. Болгария вообще назвала это продуктовым апартеидом. Но в Еврокомиссии пока лишь изучают вопрос. Это не просто двойные стандарты, это нечестная коммерческая деятельность, и с этим надо бороться. Сейчас три расследования в процессе, еще одно запустил Европарламент. Мы подождем результатов и объединим усилия, чтобы решить эту проблему. Тем временем ЕС нашел решение другой проблемы с картошкой фри. Ее планировали запретить в Бельгии из-за высокого содержания канцерогенного вещества акриламида. Оно образуется во время обжаривания картофеля, но на радикальные меры не пошли. Просто внесли акриламид в перечень веществ, наличие которых в еде нужно снизить. Но ответственность опять же остается у производителей. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер.